Тельцы, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцар. Я рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео смотрим с вами ваш Таро прогноз на январь 2021 года. Вступаем в Новый год, в новую эру, все и сразу, очень много перемен. Посмотрим, чем для вас ознаменуется первый месяц наступающего года, либо наступившего, если вы уже смотрите в новом году. Работать сегодня буду с двумя колодами. Первая, это Таро, лизиум снов и теней. Вторая, вспомогательная колода, это серебряная оракула Норман. Для тех, кто не знает, как работаем, как выстраиваем работу, немножечко ввиду в курс дела, будем смотреть энергетику месяца. Также, что же вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни. Посмотрим совет от карт и неожиданность периода. Итак, ну пошло две, хорошо, пусть будут две. Энергия месяца, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Итак, энергия месяца. Что у вас здесь на повестке дня? У вас пятерка кубков и шестерка кубков. Это как закрывать гештальт прошлого, каких-то воспоминаний. У кого-то может здесь после разрыва наступить примирение, кто-то объявится из прошлого. Но, как говорят арканы, здесь нужно ставить точку. Почему? Потому что не тяните с собой ничего негативного и деструктивного в наступающий год. То есть кто-то может дать, напомнить о себе, знать, как в ночь на 1 января, так и в принципе в рамках всего января. Кто-то по-трезвому, кто-то по-пьяни. Но, как говорят здесь арканы, прошлое объявится на вашем пороге. Звонком, смс, либо действительно кто-то здесь может прийти. Это не обязательно вопросы личной жизни. Бывшие друзья, бывшие коллеги. В принципе, какие-то прежние ситуации, которые у вас были не закрыты. Не знаю, кто-то вам не отдавал долг, например, длительное время, а тут из серии разродился, что-то случилось, что-то кольнуло в сердце. То есть, когда кто-то хочет перед вами закрыть какие-то вопросы. Вот, по сути, это то, чем вы будете озадачены, чем вы будете встревожены. Хорошо, в плане работы. Интересный аркан у вас падает. Это дополнительный оракульный аркан из этой колоды. Ворон. Ворон – это поиск света, мудрости, нового направления, новых начинаний. У кого-то это, в принципе, смена профориентации. У кого-то, в принципе, поиск нового направления. И желание реализовать себя в чем-то новом. Но давайте все-таки дотянем, посмотрим, что же здесь для вас будет по факту. У вас луз мечей, у вас просто голова дом советов. Новый прорыв, новая идея, возможности. Особенно у кого эта работа связана с интеллектуальным трудом, умственным трудом. Не знаю, вы там блогер, писатель, юрист, нотариус, адвокат. Вы занимаетесь, в принципе, аспектами и вопросами юриспруденции. Либо, не знаю, вы там работаете в счетной палате. То есть кто занимается активной мозговой такой вот деятельностью, активностью. У вас здесь просто вот по этому аркану, как, знаете, Эврика. Новое начинание, новые возможности. Причем этот багаж идей будет сыпаться сам. Вы даже не будете успевать конспектировать. В качестве совета и рекомендации. Знаете, держите рядом с собой, неважно, телефон, блокнот. Кому что компактнее и удобнее. Я, несмотря на наличие всех гаджетов, все равно прописываю все в какой-то свой ежедневник. Потому что могут у вас возникать идеи. Для начала они вам покажутся сумасбродными, в принципе. Не знаю, не важно что-то. Открыть кондитерскую, детский сад, все что угодно. Но впоследствии, если вы сядете поразмыслить и просчитаете, вы поймете, что вот оно, то, что вы искали, либо то, к чему вы стремились. Если вы в статусе неработающего пенсионера, то аркан так и показывает, что вот, появится новая идея заработка. Если вы в статусе соискателя, по тузу мечей это определится, в какой сфере вы хотите себя реализовать. Кстати, сейчас дотянем. Ну, это, знаете, как успешно пройти какой-то экзамен, аттестацию, блеснуть интеллектом. Могу сказать однозначно, у вас здесь будет трудоустройство. Если вы наемный сотрудник, то здесь есть перспективы повышения за счет вашего опыта, интеллекта, подачи, авторитета в коллективе. Если у вас вы собственный бизнес, это в первую очередь решение наболевших вопросов на повестке дня, как с проверяющими инстанциями, так и, в принципе, новой идеей по поводу расширения текущего бизнеса, либо открытия нового. Ну, давайте смотреть, что же у вас по финансам. Принцесса Жезлов. Смотрите, есть возможности. При деньгах будете точно. Но хочется большего. Хочется открыть вот этот ящик Пандоры и получить еще массу возможностей. Здесь вы как раз будете задумываться над тем, где же найти дополнительно деньги. Ну, восьмерка Жезлов указывает на быстрый рост доходов. Но смотрите, какой здесь момент. В рамках этого месяца деньги как пришли, так и ушли. Но слишком много трат у вас будут на повестке дня. Для многих они будут сопряжены с детьми. У кого-то это, в принципе, вопросы, которые у вас стояли. Кстати, для кого-то это вопросы связаны с переездами, сменой места жительства. То есть все деньги активно будут вкладываться сюда. Поэтому финансовое состояние у вас здесь стабильно. Говорится, и голодать не будете, и на траты какие-то дополнительные у вас здесь деньги есть. Хорошо. Вопросы здоровья. Солнце. Солнце шикарная карта. Но есть свои моменты. Сейчас даже дотяну. Подвойки и пентакли, особенно если это заболевания парных органов, и неважно, почки, надпочечники, у кого-то может быть легкие. Здесь как дополнительные какие-то физиопроцедуры, которые вам помогут восстановиться, если вы болеете. Либо если у вас есть болезнь на повестке дня, это не только активное восстановление. Но здесь как бы для вас странно мне прозвучало. По солнцу могут быть вопросы нетрадиционного способа восстановления. Для кого-то йога, медитативные практики, травяные настои. То есть это больше акцент на раскачку внутренней энергии и решение ваших проблем со здоровьем через вот эти вот моменты, эти возможности. Теперь давайте смотреть вопросы личной жизни. Что у вас здесь? Ну а здесь фортуна, добавить нечего. Будут на вас сыпаться возможности, как из рога изобилия. Вопрос только в другом. Воспользуйтесь вы этим. Кстати, не зря для вас, если кто-то в курсе, идет соединение Юпитера с Сатурном по десятому дому. Десятый дом это дом статуса. Кто-то может выйти замуж, встретить вторую половину. Поэтому у вас в январе здесь, знаете, как, причем это аркан кармы, сыпятся возможности. Ну давайте смотреть, каковыми же они для вас будут. В этот год металлического быка. Для тех, кто свободен. Это встретить свою мечту, либо свой идеал. Но здесь даже сами арканы говорят за себя. И фортуна, и звезда. Говорится, все вам к паре. Вот то, или того, или ту, о котором вы мечтали. Вот вопросы, знаете, такого значимого, важного знакомства. Для тех, кто в любовных треугольниках, здесь зона комфорта. Могу сказать так, что все останется так, как есть, но вас это будет устраивать. Почему? Ну, вам по каким-то причинам это будет на руку. Посмотрите, одни старшие арканы. Видите, насколько значима для вас будет эта сфера. Смотрим для тех, кто в стабильных связях. Для тех, кто в стабильных связях, тишь да благодать. Девятка Пентакли, зона комфорта, процветание. Но вместе с тем некоторого уединения и отстранения. Объясню, почему. Девятка Пентакли это аркан, который указывает на ситуацию самозанятости. То есть раскрытие своего потенциала, талантов, возможностей, заработка. То есть, несмотря на то, что вы будете в отношениях, у вас немножко ракурс будет смещен в эту сферу. Ну, потому что год вам будут и нести такие, сулить возможности в плане дохода, развития, карьеры. Поэтому грех ими не воспользоваться. Однозначно нужно, как говорится, брать мгказа рога. Но, тем не менее, стабильно. Всех все будет устраивать. Давайте смотреть, что же здесь в плане совета. Шут. Новое начало жизни, новый этап, новые возможности. Относитесь ко всему легко. Уберите балласт, который вас тяготил, мешал вам жить. Либо отжившие связи, отношения, обстоятельства. Вот нужно это все отпустить. Даже, знаете, как, если у вас есть старые вещи, которые вы там не носите, продайте. Либо раздайте. То есть постарайтесь максимально очистить себя до наступления года быка. Вы все прекрасно знаете, что он будет наступать 12 февраля 2021 года. То есть тут еще как совет зачистить почву либо фундамент для легкой новой жизни. Прописать цели, планы, идеи. И вообще шут это, знаете, как с легкостью воспринимать и принимать все новое. Новую работу, новые отношения, новые связи, знакомства. И даже если шут, поскольку это карта детей, у вас, например, может состояться, произойти ситуация, не запланированность в чате, то, знаете, как воспринимать это с радостью. Потому что на самом деле вот это появление ребенка, вас будет нитяготить, отдавать какую-то легкость в жизни, стимул, мотивацию и старт. Это, знаете, как пинок под зад, двигаться активнее, развиваться быстрее, достигать больших целей и результатов. Ну, давайте посмотрим неожиданность данного периода. Что вам здесь сулят карты? Мужчина, сад и крысы. Ну, первое, что здесь идет, особенно актуально в большей степени для женщин, мужчина, новое знакомство, может желать формата свободных отношений, но отношений открытых. Но идет к вам по страстям. Если меня смотрит мужчина, это вы по отношению к кому-то будете так проявляться. То есть кто-то вас очень сильно эмоционально зацепит. Почему? Потому что здесь у нас, видите, падает луна, плетки и солнце. Вы как два притяжения, как два светила, между которыми страсть. Потому что плетки, это не только карта скандалов, выяснения взаимоотношений, но это еще как искра. Это как, может быть, познакомиться с конфликтной нотой, либо проявить себя какой-то с такой стороны, знаете, как кто-то где-то кого-то пнул, толкнул. И на фоне этого завязался разговор. Потому что здесь это как один является спутником второго, либо один является светилом для второго. Ну вот замечательные возможности. Для кого, например, личная жизнь не актуальна, то карта здесь показывает новое знакомство делового характера, но оно будет на потребительской основе. Понятное дело, что человек будет рассчитывать, чтобы выехать за счет вас, в реализации своих бизнес-идей. Но тем не менее, вам это тоже будет на руку. Если проанализировать месяц в целом, для вас он значим. Потому что здесь по арканам, видите, и здоровье, и личная жизнь. Это будут акценты номер один, на которые вам нужно обратить внимание. Поэтому действуйте, не опускайте рук. Все у вас получится. А я от вас буду ждать обратной связи, как по факту для вас отыграется, ну, либо не отыграется эта ситуация. Поэтому пишите, пожалуйста, свои комментарии. Для тех же, кого интересуют вопросы индивидуальных консультаций, либо обучения, ссылки на мои контакты вы сможете найти под эти видео. Оставляйте свои текстовые, либо голосовые сообщения на вайбере или ватсап. Мой админ Анастасия с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Я же с вами не прощаюсь. До новых встреч.